Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию органайзер, подставку и она же сушилка для посуды от компании Tupperware. Это абсолютная новинка, никогда раньше она не встречалась в нашем регионе, мы только-только с ней знакомимся, только к ней привыкаем и, конечно же, ее изучаем. Прежде всего, хочу вам сказать о ее размерах. Размер у нее 36,5 см на 45,7 см и высота ее 8,4 см. В принципе, ее форма попадает в большинство изгибов раковин, особенно каменных раковин. И вы можете фиксировать ее на островке, на раковине еще одной дополнительной, или же просто ставить ее вот таким образом на столешницу. Подставка эта прочная, стабильная, надежная, матовая часть у нее здесь, в основной части, и глянцевая часть та, куда стекает вода, для того, чтобы вода стекала быстрее. Подставка эта двусторонняя. Вот в таком положении, в котором закрыт слив, лишняя влага будет стекать с посуды просто в желобок. Это положение сделано для того, чтобы не портились столешницы, не затекала вода вот сюда, вот под плинтус, и для того, чтобы можно было, например, на скатерть куда-то поставить, и скатерть эту не замочить, не испортить. Или же вы можете использовать второе положение, переворачиваете ее, и тогда уже вода стекает вот сюда, вот в этот слив, и вы можете фиксировать подставку так, что вода попадает в раковину. Сейчас я покажу, как это выглядит. Когда вы сушите довольно-таки большой объем посуды, воды стекает много, и вот таким образом вода стекает прямо в раковину. Очень удобно, по глянцевым желобкам она течет туда. Так, это про основание. Хочу обратить как бы особенное внимание на то, что эти изделия, таппервары, которые не предназначены для контакта с продуктом питания, очень прочные, надежные и долговечные. Как образец хочу показать вам совок, который тоже когда-то, много-много лет назад, этому совку 25 лет. 25 лет назад компания Таппервары его выпустила, его купили, заказали, и этот совок абсолютно отвечает своим требованиям, своим задачам. У него острый кантик, он глубокий, классный, хороший, ничего с ним за 25 лет не произошло при практически ежедневном использовании. Следующие моменты. Эта подставка имеет еще две дополнительные детали. Первая деталь – это вставка-фиксатор для тарелок, для того, чтобы можно было размещать их здесь, а не просто сушить, перевернув, тогда больше помещается. И вторая часть – это стаканчик для столовых приборов. Стаканчик можно фиксировать либо на краю подставки, либо же где-то вот здесь, вот так, как вам удобно. И, конечно же, это плюс, это преимущество, то, что можно как в лего-комплекте выставлять эти детальки так, как вам хочется, так, как вам нравится. Для левшей, для правшей, когда у вас левая раковина или правая раковина, фиксируйте и отлично можно всем этим пользоваться. Но я же хочу показать сегодня вам немножко другую идею. И идея эта моя заключается в том, что подставка-сушилка для посуды от компании Таппервары поможет вязальщицам, всем тем девочкам, которые любят вязать и с удовольствием это делают. У меня здесь стоит, как образец лягушонок, очень милый, очень приятный, которого связала одна наша руководительница. И когда вы вяжете, вы, наверное, знаете, что для того, чтобы проверить, как пряжа усаживается, нужно это все постирать руками, отжать аккуратно и просушить. Так вот, хочу показать вам простую идею. У меня здесь просто шапка, допустим, это связанная вами шапка. Вот, нужно сейчас мне нежно ее отжать, а нежно отжать помогает, кстати говоря, прекрасно наша салатная центрифуга. И еще для более лучшего эффекта прокручу еще раз. Вот так. Ого! Еще сколько воды. Так, теперь я достаю вязаное изделие. Здорово, что никогда не испортите вязаное изделие вот при таком способе сушки. Теперь мне нужно просто аккуратно, аккуратно, так, чтобы вы понимаете, что влага стекает вниз. Здесь есть подсказки на этих бортиках, вы по ним можете ориентироваться. Вот, и если вам нужно это изделие высушить так, чтобы оно не стягивалось, тогда вы слегка прижимаете на эти пластиковые выступы, пластиковые штыри. И под шапкой тоже проходит воздух, то есть не запреет это ваша пряжа, даже если влажно дома и сыро. Когда тепло еще не началось, отопление уже выключили. Сейчас у нас в домах такая картина. Вот, воздух проходит там, и лишняя влага, которая будет стекать с этой шапки, но я ее хорошо отжала, мне легче, она будет стекать просто в эти бортики. Вот, пожалуйста, и детальки вязания, какие-то там носочки, шапочки, шарфики или детали мелких игрушек. Я знаю, что сейчас очень популярно изготовление руками разных подобных вещей. Можно сушить. Пожалуйста, это просто еще один способ, как можно использовать наше изделие. И знаю, что есть девочки, которые плетут кружева. Возможно, и таким мастерицам пригодится еще один вид использования нашего органайзера для посуды. Ну вот и все, дорогие друзья. Такая идея у меня была для вас на сегодня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok